Здравствуйте! Вы смотрите видео новости газеты Нюрнбега Цайтунг. Число людей в Баварии, погибших в автокатастрофе, уменьшается. В первой половине этого года погибло 320 человек, и таким образом на 12% меньше, чем в первой половине прошлого года. Всего за первые 6 месяцев 2010-го в авариях пострадало чуть более 29 тысяч человек, примерно на тысячу меньше, чем за тот же период в прошлом году. Особенно уменьшилось число аварий, в которых были замешаны велосипедисты. И число смертельных случаев с пешеходами уменьшилось на 21%. Аварии под влиянием алкоголя сократились на 16%. Но причиной большинства тяжелых аварий все же остается алкоголь. Спокойно, без всяких происшествий, прошел в прошедшие выходные в Нюрнбергском парке Льюитпольтхайн традиционный концерт под открытым небом Classic Open Air. В парке собралось более 55 тысяч человек, чтобы послушать произведения в исполнении Нюрнбергского симфонического оркестра. В конце публику ожидал фейерверк. У всех любителей подобных мероприятий есть еще одна возможность насладиться классической музыкой в парке в воскресенье 7 августа. Кто не хочет вернуться с отпуска загоревшим? Об этом мечтают многие и часто забывают, что чрезмерные солнечные ванны вредны для кожи. Число людей с раком кожи в 90-х годах значительно повысилось. В последние годы наблюдается следующая тенденция. Число людей со злокачественным раком кожи стабильно, но стало расти число заболевающих так называемым белым раком кожи. Этот вид рака хоть и не очень агрессивен, но в запущенном виде может также быть опасным для жизни. Министерство здравоохранения Баварии убедительно просит не злоупотреблять солнцем, избегать его днем и пользоваться солнцезащитным кремом. При первой же подозрительной пигментации стоит обратиться к врачу. Кстати, все, кто старше 35 лет, могут проверять свою кожу у дерматолога каждые два года бесплатно. Кто на летних каникулах в Нюрнберге собирается добираться на метро линии У1, должен будет набраться терпения. Из-за строительных работ с 30 июля по 13 сентября будут закрыты станции метро «Мафайпляц», «Авзеспляц» и «Франкнштрассе». Кому нужно добираться в сторону Лангвасса-Зюд, нужно будет пересесть на станции «Хазенбук». Между станциями «Хауппанхоф» и «Хазенбук» остановок не будет. До станции «Мафайпляц» и «Авзеспляц» можно будет добраться на специальном автобусе, который ходит по маршруту от ЖД вокзала до станции «Хазенбук». Также автобусные линии 51, 651 и 67, конечная остановка которых является «Франкнштрассе», будут ходить в этот период до ЖД вокзала. В конце передачи, как всегда, мое предложение, чем бы вы могли заняться в наступающие выходные. С пятницы по субботу в Нюрнберге в центре города пройдет фестиваль под открытым небом, всем известный Бардентрефен. В нем примут участие музыканты со всего мира. Они выступят в разных местах города и на разных площадках, и все это бесплатно для публики. Ну вот и все, наши новости подошли к концу. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге-регионе вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de И будьте со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok